привет мои дорогие привез меня олег на снегоходе на путик сам поехал домой по путику тут на это на снегоходе неудобно густой лесистый район поэтому не получится на прорубать все никогда то пьянка то порт собрание как говорится в бобрики налазили смотрите-ка бобрик ходил выход надо олегу дать разнарядку чтобы этого парня под ликвидировать захожу на путик сегодня друзья буду снимать капканы у нас вечера 13 февраля все хватит половили большой путь большой пути коллег закроет через пару дней здесь закрываю снега в лесу нынче не так много наверное весной будет хорошая половодие то уже замечено когда много снегу нет воды съеду не съеду жопой не охота сесть их в полынив как мы не съедим он там тоже видно бобры вылазили снизу сина лежит подъедали и на лыжах и в принципе неплохо проваливаешься но не сильно тут два дня немножко подкинула снежку второй капкан сейчас друзья посмотрим как и что первый капкан ребят не предвещает ничего хорошего он смотри ящик битком забит пахнет из него а в капкане по нолям был недавно недавно был на тропе 43 видел парням заезжал в гости капканчики подорожали ну соответственно что железо вверх все остальное ой запах идет какой вообще жуть она всегда разряжайте очень аккуратно заботьтесь о своих руках второй комплект пальцев никто не подать и не купить вот поэтому друзья с этими капканами на быть аккуратно который уже раз я говорю не нравится мне не нравятся мне эти капканы возни с ними много возни много хуже ловят более опасные они для охотника куча нюансов ребят куча иду ребят проверяю проверяю результат 0 и капкана уже проверю ну что-то и следов не видно если честно возможно что не повиня как-то в последней коробке было там это может лучше конечно добрались поедем птицы мыши и петер внешние признаки следов были старые может пулиться может не пулиться непонятно но ящик то она точно не лазит если бы полезно вот капканы стоят я часть капканов оставляю в лесу вот с этого путика часть домой уношу в тех капканах что у нас на газахват пути далеко от сельской местности и поэтому там оставляем все на местах что касается здесь капканы капканы подзаржавели три сезона уже спускаются не очень легко вот постоит вот он капкан спуск у него такой жестковатый куничкина отзуда это самое постараться чтобы сбить на старушку это касаемо и кировских и березовских капканов что те что другие у кировского капкана вообще насторожка немножко на мой взгляд она более чуткая даже вот она туго спускается капкан сейчас я вам это продемонстрирую следующий капкан я вам это покажу туговато спускается кунице надо предложить усилие я и ставлю ты что-то висит ребят куничка висит куничка здорово зря на руках парни зря капканы ругал попалась красавица ну что подруга бегаешь где хочешь не глядишь что в капкан то лезешь ты бегаешь не глядишь что в капкана залезла бегаешь не глядишь что в капкана залезла ты бяна с капканом придется выносить вместе хорошая хорошая куница таких приличных размеров попробую вот отходить то это березовский капкан ребят насторожка булавочного типа березовский капкан приличный котяра наверно смотрите какой хвостяра длинный котяра большой последний раз ребят я этот путик проверял последний раз проверял путик после нового года месяц не проверен не проверить даже больше месяц капкана не проверять на следующем капкане если там покажу вам как спускается капкан адуль независимо какая насторожка березовская кировская капканы постоят туговато срабатывает и вот смотрите пока допустим я эти капканы но если оставлять их на пути кида конечно быстро все много захват я бы давно бы разрядил уже уже бы шел при темно там за день снять капканов 50-60 время уходит я как бы как бы сказать правильно так комплексно комплексно смотрю рассматриваю этот вопрос постановки заноски капканов в лес в общем снятия зверя из капкана комплексно рассматриваю вопрос о капканах что удобнее что быстрее потому что понятно если стоит 3-4 капкана то нет смысла заморачиваться когда капканов уже под сотню тогда и время пытаешься как-то там сэкономить и вес чтобы был полегче но самый главный конечно критерий ребята цена цена на капкан если вам надо поменять образно говоря если надо поменять вам даже 100 капкан с нога захватов перейти на на проходные 40 тысяч рублей отдайте не грешите по 400 все правильно сказал до 40 тысяч рублей на речке уже полыни так найдя в лесу как бы немножко весной весной пахнет все же зима свои права сдает прекрасно прекрасно друзья ребята чукуница висит вчера у меня сомнения были ехать не ехать в кирове я был какие планы поменялись хотели ехать планы немножко поменялись ехать не ехать наши все равно закрывать я бы последующих выходных все равно бы приехал в этом году ребят для наших мест очень неплохой результат результатах немножко позднее поговорим в данном случае друзья капкан кировский облегченный кировский облегченный капкан работает в чем отличие от обычного капкана сейчас расскажу сделаю парням хорошим бесплатную рекламу может парочку капканчиков подгонят идешь когда воде капкана не ловится блин такое чувство чекана бегает не лезет когда ловится отношение меняется ребят это не у меня у одного так прям плит макнула и и здорово прекрасно отходит никаких не пуха ничего не остается на капкане все хорошо говорит что там волосы выдирает ничего все все отлично в этом плане нет проблем сейчас расскажу вам покажу кто не знает чем отличается капканы облегченка от от обычного капкана так друзья по поводу насторожек кировский производитель тропа начали делать насторожки из нержавеющей проволоки это не оцинковка это нержавейка вроде бы так сейчас покажу отличие облегченного капкана от от обычного отличие друзья на самом деле только в толщине в толщине проволоки пружин и рамки больше отличий нет насторожка то же самое но вот последнее время здесь вот она шла еще из из ржавеющей проволоки на капканах из обычной черной здесь уже идет нержавеечка старушки более долго ходят вес капкана на порядок легче сводить его на порядок легче и вот если отдельно касаться капканов березовских и кировских у меня насторожка у кировских капканов нравится больше она более чуткая насторожка там на березовском капкане тоже он срабатывает во все стороны здесь помягче срабатывает этот капкан она попроще и помягче но единственно что если конечно придет в негодность самому такие выкрутасы сделать очень трудно ребята занимается ремонтом номер саши работают на тропе 43 вот здесь заказывайте капканы назоветесь что от моего имени я думаю сделать скидочку две кунички есть сегодня ребят это уже результат что касаемо ребят лыж на которых я иду немножко тоже заострю внимание лыжи подбиты камусом лошадиным кто в теме тот знает кто производитель производитель рекламу пока не делаем лыжи мне подарил друг вас я как бы я долго к чему-то либо привыкаю вот если как эта вещь и поменять ее мне трудно но тем не менее в этом году я заметил что все проверки капканов у меня только на этих лыжах есть у них определенный плюс накат плохой если вы часто ходите допустим по одной лыжне и она у вас набита лучше использовать конечно голицы если целая то эти лыжи выигрывают и лыжи выигрывают погодка прекрасно наверное думаю что минус 5 немножко снежок проваливает не могу надышаться не могу надышаться переболел я к видом недавно ощущение конечно не из приятных протекает как обычный гриб по крайней мере у меня но очень сильно ломила кости капкан сработанный внизу висит подойдем посмотрим капкан может он конечно не сработанный но он выброшен из ящика обратите внимание нет кабака капкан не сработан он просто выкинул из ящики может куничка до след куницы вот он под капканом след куницы под капканом она выкинула его из ящика и ящики ничего не оставила как она умудрилась это сделать здесь у меня ходила умная куница которая прям подъедала все не подведала возле ящиков я вам это из предыдущих серий я показывал что куничка ходит и подходила под ящики но не залазила тут она возможно решилась сделала такой пируэт сработала капкан сейчас покажу сработку насторожки это обратите внимание капкан простоял зиму сейчас я его буду срабатывать смотрите достаточно ребят туго где полку я приходится выгибать только после этого капкан сработал достаточно туго хотя я говорю что это насторожка она на работу от более мягко чем березовская атак капканах нет абсолютно никакой разницы что березовский что киров вообще работает одинаково ловят если куница зашла то ловят не каждая куница в них лезет минус это замечено мной протяжении уже на лет пяти ставлю вот эти капканы перешел на одном из пути к ставлю проходные капканы замечено на протяжении лет пяти что уловистость у кубка на лучше но проловав меньше чем у многозахвата но куница идет неохотно так ребят смотрите какая ситуация произошла либо съели куницу либо попался какой-то крупный зверь потому что все утоптано вокруг я думаю что если бы рысь сунула по лапу она бы осталась все равно в этом капкане что никуда бы она не делась ящик сброшен это скорее всего рысь да вон пошел след он пошел след рысь вы съела куницы зараза ящик опустошила весь это рысь было надо ловить их тоже россии ставить сейчас мое мнение лучше ловить вот стоит капкан допустим на пути ки через три через четыре капкана внизу ставить нога захват пятерочку цель на кошку на рысь ну вот очень эффективный способ села куницы полностью полностью сожрала и это ребят не зависит как часто ты проверяешь допустим большой круг я проверял олег поехал через неделю попалась три куницы и двух из них уже съела рысь она обидет по следу по снегоходному или по лыжне и она может сегодня прийти завтра прийти может через месяц так что здесь уже такой вопрос надо на будущего буду я пробовать устранять устранять конкурентов будем пробовать и мою как жалко третья куница должна была быть обидно что дорогие друзья возвращаюсь домой путь их закрыт капканы не стал лесу прятать несу домой двадцать чем-то штук двадцать четыре наверно капкан очень тяжело вот олег мне протоптал на буране колею по ней идут сезон в этом году в принципе сложился неплохо вот на данный момент 21 куница попалась для наших мест это хорошо еще олег будет закрывать капкан даст бог может чего пойдется шкурки сдал по 2400 кто в кирове кому интересно пишите там ответ да мадам координаты скупщика пушнины вроде бы все добавить нечего устал сильно капкан нанесу домой на ревизию на кое-какую ревизию провести им будет время свободно этим займусь подготовить к следующему сезону проказничать рысь на путики надо будет ее ликвидировать все ребят вот нарвал пихтовый веничек баня сегодня у меня банный день попарюсь выпью кружку пива в общем вот так так мои друзья всем спасибо за внимание спасибо что поддерживаете смотрите мой канал я вам за это очень признательно я рад что у меня есть вы спасибо всем низкий поклон до новых встреч